Но та вещь, которую я хотел бы преподнести в эту неделю, это не иметь много теории, но также немного практики, чтобы вы могли увидеть, как это работает, процесс. Это очень хорошо иметь знания, но также мы должны знать, как использовать эти знания практическим путем. Итак, вы мне будете помогать. Сейчас напишите на листиках ваши имена. Если возможно, на английском напишите ваши имена. Я хотел бы иметь ваши имена до того, как я приехал. Потому что я хотел бы провести время в молитве над каждым из вас. На одном листе все напишите свои имена. Кто-нибудь пожертвуйте листик с тетрадки. И в течение недели я буду соединять имена с листика с лицами, которые я буду видеть в зале. Я не совсем хорош в этом. Я могу запомнить лица. Но присоединить к каждому лицу имя иногда бывает сложно. Так что будем тренироваться в эту неделю. Но в течение этой недели у нас будет практика пророчеств. Пугает это вас? Да и он. Хорошо. Хорошо. Но мы должны понять некоторые вещи. Итак, что есть пророчество? Слова пророка, которые говорит пророк, это не сувенир. У меня есть слова от Авраама Кашиши. Сейчас я вам зачитаю цитату от Авраама. Фамилию не могу произнести. Хешель. Он написал книгу, которая называется «Пророчество». Это на английском. Если вы хотите когда-нибудь иметь такую книгу, обратитесь ко мне, и я достану. И то, что он пишет в этой книге. Слова, которые произносит пророк, это не сувенир. Его речь — это не просто произносимые слова. Это не просто доклад или отчет. Это не просто он произносит то, что услышал. Пророк не только передает, он и являет. Пророк не только передает пророчество, он также его являет. Он передает то другим, что Бог открыл ему. В говорении, когда он это говорит, он являет Господа. Это одна из частей пророческой работы, то есть, как пророк работает. Через его слова невидимый Бог становится явным для нас. Это не доказано. Это не оспаривается. То, что пророк должен донести до людей, это гораздо более весомее, чем просто язык. В Англии мы иногда говорим, я не могу подобрать слова, чтобы объяснить вам, как я себя чувствую. И очень часто, когда Господь являет нам что-то или говорит нам что-то, это очень часто сложно вместить в простые наши человеческие слова. Я продолжу мою цитату от Авраама Хишеля. Разделяющая в словах пророка есть божественная сила. Это как надувной шарик. Когда вы его проколете, он взорвется с очень громким звуком. Сила, которая помещена в слова. Во власти пророка в открытии этих слов, которые он произносит. Мы говорим о явлении Бога, о присутствии Бога. Бог хочет быть с нами, и Он хочет быть явным с нами. И Его присутствие мы должны искать. И власть пророка, она не в Нем лично. Она в силе Божьей, которая работает через Него. Мы обязаны с вами понять это. Потому что есть очень много непониманий по поводу вопроса пророчеств и пророков. Были времена, когда пророки были полностью игнорируемы в церкви. Но на сегодняшний день у нас немного другая ситуация. Но если посмотреть в общем на христианский мир, Каждый стремится быть пророком сегодня, чувствует себя пророком. Когда кто-то приезжает к вам служить или проповедовать, учиться он часто или учить, он говорит, вот что у него есть пророческая мотивация, дары или пророческое служение. У нас есть пророческое поклонение. У нас есть пророческие молитвы. Внезапно все вокруг стало пророческим. Я не критикую, пожалуйста, поймите меня правильно. Я верю, что люди делают через дары то, что Господь побуждает их делать. Но то, что меня волнует, это то, что мы потеряли то настоящее глубокое библейское основание, что это имеется в виду под словом пророчества. И это очень важно нам. Это очень важно вам, если вы хотите быть во внутренней служении, что это по-настоящему означает. Чтобы мы это понимали в библейском контексте. Потому что по-другому мы будем очень сконфужены. Это случается с другими дарами. Потому что мы не до конца понимаем настоящий смысл, что это на самом деле есть, чем это является. Мы будем говорить об этом дальше, когда будем двигаться. Я думаю, что потихонечку мне удастся убрать те непонимания, которые фигурируют в христианском мире в вопросе пророчества. Но, чтобы вы понимали, у меня нет на все ответов. Я пытаюсь понять Писание так, как Господь его открывает мне. Но, как Павел говорил в своих посланиях о том, что наше понимание Господа все равно остается небольшим. Я не верю, что я знаю все, что я должен знать. Но я верю, что Бог открывает мне вещи и дает мне видеть вещи такими, тем путем, как Он хочет, чтобы мы их видели. Я хожу в Господе более сорока лет. И я сделал много ошибок. Но я также учусь. И я хочу продолжать двигаться. Пророчество. Пророчество. Это провозглашение, послание, которое является через Духа Святого. Вещь, которую я научился в течение лет, многих лет. Очень сложно иногда различить, что есть Дух Святой, как Он движется, и что есть Мой Дух. Каждый из нас лично должен получить понимание, что для каждого это является чем. Вы должны распознавать свой личный Дух. И вы должны уметь это разделять от Духа Святого, который иногда говорит вам. Когда я учу пророчество и помогаю консультировать в этом вопросе, я очень часто задаю этот вопрос. Как вы знаете, что это Дух Святой? Как я могу распознать, что Бог хочет, чтобы я именно это говорил? Вы сможете это сделать, только если вы лично научитесь разделять свой Дух от того, что говорит вам Дух Святой. Учитесь познавать себя. Это также это также это также очень легко высвободить пророческое слово, когда ты вообще не знаешь, кто тебе его говорит. Иногда некоторые люди путешествуют вместе со мной. И они иногда говорят мне вещи, которые происходят, когда ты путешествуешь. Почему не происходят в церкви, там, где ты принадлежишь, там, где ты растешь, живешь? Почему? Я верю, что у Иешуа есть ответ. Нет почтения пророку в своем доме. Это странная вещь. Иногда она до слез. Я хотел бы видеть это, происходящее в моей личной церкви. Но из-за нашей близости друг с другом, из-за того, что мы знаем очень хорошо друг друга, и иногда люди могут подумать, а, ну, он это знает, потому что он знает меня лично, поэтому он говорит это в моей жизни. Когда происходят такие вещи, как в эту субботу происходили на служении, это так чудесно, когда через это действует Господь, как Он двигается. И я верю, что мы должны прийти к пониманию, к тому месту, когда наши дары будут распознаваемы в нашей личной церкви, где мы принадлежим. К сожалению, часто мы в состоянии постоянных вопросов. Мы должны прийти к пониманию, что когда мы видим работу дара, мы должны распознавать это и быть благодарными за это. И потом начнут вещи меняться. Но, к сожалению, мы остаемся людьми. И у нас много ревности даже в церкви. Зависть в церкви. Это сражение. Но пророчество — это послание, которое открывается через Духа Святого. И это касается конкретных нужд в данное конкретное время, в данный отрезок времени. Очень интересный момент в пророчествах. В экклесиасте написано, что для всего есть время под небесами. И есть время для пророческого слова. Нельзя быть слишком рано и нельзя опаздывать в этом вопросе. У меня было очень много личных переживаний в этом вопросе. У Бога всегда есть время для высвобождения послания. Это не так, что ты можешь это сказать где угодно и когда угодно. Я хотел бы увидеть того, кто говорит, что у него пророческое служение. И я посещал многие такие служения. И я слушал, что говорилось. И практически в каждом месте этот человек давал одинаковые пророчества постоянно, во всех разных местах. Для меня это не пророчество. это как бы использование чего-то того, что Бог дал тебе, просто для того, чтобы произвести впечатление. Если Бог дал тебе слово, будет особое место и особое время. иногда бывает место правильное, но время неправильное. Были у меня ситуации, когда я конкретно осознавал, что я принял слово от Господа. И когда вы принимаете слово от Бога, это очень сложно удержать свой язык за зубами. Оно как бы сжигает тебя изнутри, оно как бы вот эти бульбашки воздуха прямо внутри тебя. Один пророк сказал, пророческое слово это как огонь в твоем желудке. Это один из путей, когда вы конкретно понимаете, что вы получили слово от Господа. Это очень сложно будет удержать внутри. Но вы должны учиться. это очень может навредить, если сделать это неправильно. Я знаю это. У меня были личные переживания, когда это происходило неправильно. У меня было правильное слово, но я говорил это в неправильный момент. это не приносило больших разрушений, но это не производило того плода, к чему оно было призвано. Когда вы получаете слово от Бога, вы обязаны спросить Его о времени. иногда вы знаете это просто мгновенно. И вы получаете слово, и вы конкретно знаете, это сейчас, и вот это надо прямо сейчас высвободить. Но иногда это бывает в молитве, когда вы читаете слово Божье, и внезапно Бог начинает проговаривать вам. И первая вещь, что вам надо, это пустой листик бумаги и карандаш. есть несколько вещей, которые есть рядом с моей кроватью, когда я сплю. Первое, это мой телефон. Через минуту я скажу, почему телефон. И второе, это лист бумаги и карандаш. Знаете, для чего? Господь говорит через сны и видения ночью. Господь говорит ночью. Когда мы в тишине и в покое, когда наш разум отдыхает, когда мы не думаем о тысяче вещей, которые мы должны сделать или не должны были сделать, потому что в нашем разуме мы такие занятые. Пытались ли вы в своей жизни быть абсолютно спокойными и ни о чем не думать хотя бы две минуты? Не думать ни о чем. Я призываю вас попробовать это сделать. Попробуйте две минуты быть в покое и попытаться услышать, что Бог хочет вам сказать. Я учился сражаться за эти две минуты. Это нелегко. Когда я пытался проводить время с Богом, тысячи мыслей лезли в мою голову. О, мне надо написать имейл. О, я вспомнил, мне надо сделать вот это. О, мне надо пойти дров нарубить для камина. множество, множество вещей, которые начинают приходить в ваш разум. Но если вы хотите услышать голос Господа, вы должны научиться быть в покое. Писание говорит нам, будьте в покое и познайте, что я есть Бог. Вы не можете просто принимать от Бога, когда ваш разум в беспокойстве. это может звучать очень громко, и вы можете думать, как вещи могут так происходить, как это возможно. Я говорю вам, это сражение. Вы должны будете сражаться за это. Вы должны будете обучиться этому. Я с Божьей помощью переживал и научился даже слышать и принимать, даже когда я говорю. Я могу проповедовать слово и внезапно могу осознать, что Бог говорит мне. ко мне и общается присоединяется ко мне, общается со мной. Я могу сидеть на служении и просто ожидать, что Бог хочет проговорить в мою жизнь. в молитве в молитве. Иногда я провожу много часов в приготовлениях, в молитве, чтобы быть готовым к тому моменту, когда Бог даст мне в мое сердце то, что я верю, что Он приготовил. даже во время прославления поклонения. И бывает так, что Бог говорит мне через прославление «Встань!» «Я имею что-то для Тебя еще». Можете ли Вы сделать так? Вы проводите время, энергию тратите, приготовляетесь, готовите слово, а внезапно Бог говорит «Отодвинь это!» Можете Вы это отодвинуть и говорите если Вы хотите действительно двигаться за Богом и говорить то, что Он хочет высвободить через вас, Вы должны быть готовы отодвинуть свои приготовления, потраченные часы проповедей и говорить то, что Он дает. Я помню в одном месте был случай когда я готовлюсь к чему-то, я обычно как моя жена Лиза читаю. Моя жена мой самый лучший критик. И когда я говорю и делюсь с ней посланием, которое я готов поделиться в церкви, мы очень часто спорим. И она очень часто говорит «Нет, это ты не можешь произнести, вот так ты не можешь сказать, и это не доставляет мне большей радости». И мне приходится комкать мою проповедь и бросать в камин. И она потом удивленно «А почему ты это сделал? Ну ты же мне сказала это недостаточно хорошо». Она говорит «Это не то, что я думала. Это не то, что я имела в виду. Но послание уже в камине». «Я говорю «Ничего, завтра утром Господь дашь что-то новое». И Бог дает. Потому что я был готов. Когда ты готов принять то, что Бог имеет для тебя как откровение, но всегда есть специальное место и специальное время. Особое. Я верю, что это касается не только пророческого слова, а любого послания, любой проповеди, которую вы можете готовить к служению. Я не помню, когда это я упоминал, но мне кажется, что я уже говорила об этом. Дома у меня полочки есть. У в полочках есть места для папок вот такой ширины. И уже на полочке пятеро таких папок. И там около половины тех посланий, которые я когда-либо проповедовал и готовил. многие люди спрашивают, почему ты просто не возьмешь с полочки какое-то свое учение. Это очень большое искушение подойти к полочке и взять, сегодня я буду проповедовать об этом. Но из-за того, что я чувствую и знаю, что Бог имеет особое место и особое время, я не могу сделать этого. Этот компьютер работает сейчас так медленно, только по одной причине, он практически полностью заполнен. информацией, которую Господь давал мне в течение многих лет. Иногда элементы мы можем использовать, они как бы возвращаются. Но другой вещь, которой я научился, что Слово Божье, оно настолько богатое, что ты можешь проповедовать каждое воскресенье и в течение семидесяти лет и все равно не расскажешь всего того, что Бог может дать тебе. У Бога есть особое место и особое время. И это также касается языка от того, кто слышит. Что это означает? Это не означает, что я буду говорить на всех языках мира. Но это означает, что когда послание приходит, это означает, что люди, которые будут слышать его, поймут его. Язык это не просто произношение, не просто говорение слов. Язык это чувство. вы должны прочувствовать язык. Я знаю два языка, и я чувствую эти языки. Я могу говорить на финском, но я еще не чувствую финское. Я знаю разницу. вы всегда неуверенны в том, что вы делаете, когда вы не чувствуете язык. Перед перерывом я хочу вам сказать, почему рядом с моей кроватью всегда есть телефон. Это не та вещь, которая я думаю, что Бог призывает меня, что Он позвонит мне, но может быть, это и возможно. Через множество лет служений, которые я провел, я знаю, что люди приходят в нужде. и люди приходят и говорят, ты должен иметь свое время, ты должен уметь сказать нет, отказаться и иметь время только для себя. себя. Я верю в это. Но также я верю, что если кто-то нуждается, ты должен быть способен достигнуть его. Как я выучил этот урок? Очень тяжелым путем. У меня был очень дорогой друг, и он был в очень сложном состоянии его разума. И он проходил через очень тяжелые времена в его жизни. и он очень часто звонил мне. Однажды вечером я был так уставшим, и я выключил свой телефон. И в этот вечер он пытался дозвониться мне, и не мог дозвониться до меня. И он выпрыгнул из окна. Это был очень сильный урок. И с того времени я не хочу более рисковать. Да, мы нужна во времени личном для нас. Но если вы вовлечены в служение, если вы вовлечены в полновременное служение, есть цена. Если вы хотите быть вовлечены в пророческое служение, есть цена. Если вы хотите быть пастырем, есть цена. И по поводу пророческого служения, по поводу цены, из-за Него мы будем говорить дальше. Многие люди могут так счастливо восклицать, «О, я могу пророчествовать, я могу говорить послание людям». Да, это правда. Но есть цена, которую вам придется заплатить. Сейчас у нас перерыв.